В середине мая месяца в Крыму, в районе села Соколина, проходили соревнования. Одновременно шел зачет по четырем соревнованиям Кубок Украины, Кубок на отдельных дистанциях и всеукраинские летние ветеранские игры имени Михаила Баки. Сегодня у нас в студии участники этих соревнований, члены севастопольской команды Виктор Шестаков и Любовь Подгорная. Итак, Любовь, несколько слов о том, как проходили соревнования, что было необычного в этот раз? Соревнования проходили четыре дня, с 9 по 12 мая. Проходили на разных дистанциях. Поразила массовость этих соревнований, 868 участников было по всем возрастным группам. И поразила, прежде всего, организация, великолепная организация. Чудесная погода, все четыре дня было солнечно. Лес чистый, хороший, проходимый. Много воды. В Соколином сейчас масса родниковой чистой воды. Цветущие поляны. То есть, все настраивало на очень хорошие старты. Немножко хочу сказать об участии наших команд. Значит, что такое 868 человек? Это со всех областей Украины. Такие крупные области, как Запорожская, Харьковская, Днепропетровская, Киевская, представили по 3-4 команды. Пять команд было. От двух клубов было пять команд. Ну, так, я протоколы так хорошо, как вы не знала, не знаю. А вот Севастополь мог представить только две команды, и то неполных. И хочу об этом поговорить. Несмотря на то, что у нас это массовый довольно вид спорта для Севастополя, это подтверждает хотя бы соревнования школьников, когда по 200-250 участников бывает. Тем не менее, почему-то городской комитет по спорту не смог профинансировать участие севастопольских команд в этом чемпионате Украины. Только одно участие в этих соревнованиях – это 200 гривен, не считая проживания, питания, подъезда. То есть не каждый мог себе позволить. Ваши участники на эти соревнования каждый день ездили из дома? Да, вот так получилось, что две представительницы, тренеры детских команд – это Наталья Спиридоновна Степанова и Татьяна Кондратьева – привозили детей, и они там спали в палатках и питались неизвестно чем и как. То ветераны, которые посостоятельнее, каждый день ездили туда, как на работу. То есть приходилось вставать очень рано утром, потому что боялись опоздать на старт. Старт от лагеря находился иногда в районе 1,7 километра по схемам. То есть это надо было приехать, переодеться, подняться до старта и вовремя стартовать. Потом, несмотря на усталость, это нужно было как-то напиться, чуть-чуть перехватить и еще вернуться домой и отдохнуть, и опять собраться на следующий день. То есть все это очень утомительно и довольно дорого. Но тем не менее мы получили массу удовольствия. Я хочу, почему так подробно говорю о том, сколько это все стоит, потому что вот почему-то именно Севастопольский комитет по спорту не смог профинансировать АЭТ. Это чемпионат Украины. То есть одна единственная команда, которая не привезла ни командировочных удостоверений и не регистрировалась в качестве... Вообще ничего, вообще ничего. Мы как залетные, мы прилетали и улетали, и все за свой счет. Виктор, свои впечатления. Любовь в нескольких тонах немножко ночноватых заканчивала свое интервью. Хочу отметить, что тем не менее, несмотря на трудности, связанные с празднованием 9 мая, не все могли принять участие в этих соревнованиях по силу разных обстоятельств, и в том числе для кого-то праздник, торжества, у кого-то трудовые напряженные будни. К примеру, семья Кудряшовых, то есть железные зачетники. Петр Яковлевич, исполняя функции государства, конечно, он был задействован. По различным другим причинам и финансового, и семейного, социально-бытового, может быть, медицинского характера. Председатель Федерации ориентирования, или, как мы говорим, президент модно, не мог принять участие, он осуществлял представительские функции всего травмы, застарелые серьезные травмы. Не выступал у нас семидесятник, железный зачетник Федор Чемерис, семья Ивановых, семья Иларионовых, зачетная, железно зачетная. То есть резервы у нас были, не так у нас все плохо и мрачно. Конечно, есть определенные недостатки, тем не менее, все наши спортсмены работали на победу, на износ, пыхтели, потели, трудились. Установка была в любой цену и закончить дистанцию, в зачетное время, в контрольное время. И все с этой задачей справились. И надо отметить, очень радует нас, мы вместе обсуждаем это уже неоднократно, участие наших деток, и в призерах выступала команда в эстафете, заняла третье место, мальчиков 12-летних, 16-летние дети наши принесли зачетные очки, каждый день приносили где-то до 15 очков. Это довольно серьезные результаты. И результаты нашей севастопольской команды, по спортивному ориентированию у нас было две полные, чуть-чуть еще там дополнительная третья, Днепропетровская область 5 привезла команд, могут нас удовлетворять. Есть резервы, могли бы, как мы говорим, выступить и лучше. Тем не менее, первое место в эстафете, женской и ветеранской эстафете, в составе Степановой Натальи Спиридонны, Овсяниковой Натальи и Кондратьевой Татьяны. Первое место Севастополь занимает среди ветеранов на всей Украине, где выступают 52 команды. Мастера спорта международного класса. Я вот как участник команды пятидесятников хочу отметить, что у нас мастер международник, 4 мастера спорта, 7 кандидатов к мастера спорта, элита Украины прошлых лет, члены сборной Украины, и кандидаты, члены сборной союза еще поориентировались. То есть профессиональные. Бегающие, профессиональные, выступающие, действующие спортсмены. И среди перворазрядников там еще тоже была половина кандидатов. Представительство очень сильное. И тем не менее, по ветеранам, в общем зачете, Севастополь занимает восьмое место. Это достаточно устойчивое, значимое место, знаковое место. Тем более, город Севастополь, мы одуховлетворены святым праздником для нас. Это дополнительный стимул, день победы. Но как же тут Севастополь, город-герой, не выступит? Призер соревнований. Медали ваши, трофеи. Да, я хочу еще сказать о том, как выступили чудесно ветераны на этом чемпионате Украины. Значит, в первую очередь хочу отметить Юрия Суворова, который из четырех дней на двух занимал третье место. То есть взял две бронзы. Покажем медали. Да, Виктор рассказал о том, как выступила женская сборная ветеранов. А я хочу показать свои. Очень красивые, очень весомые медали. Я впервые за свою спортивную, как говорится, историю получила вот такие три великолепные медали. Это одна медаль серебряная и две бронзовых. Особенно меня поразили не только медали, но и дипломы. Потому что, когда разобралась, я поняла, что это дипломы государственного образца, которые подписаны министром молодежи и спорта Украины, а самое главное, президентом НОК Украины Сергеем Бубко. То есть вот эти дипломы, это, конечно, это, я считаю, просто история для семьи. И очень тяжело было, но приятно. Любовь, еще такой момент. Вот прошлый год команда Севастополя на таких же соревнованиях занимает третье место. Соревнования проходили в Ласпе, то есть на территории города. Я полностью согласен с вами, что финансовые сложности не позволили полностью укомплектовать команды. Если бы сегодня эти соревнования проводились на территории Севастополя или его пригорода, мы бы смогли закрыть все клеточки в командах, в двух полных командах? Нет. Я объясню, почему. Значит, мы хромаем в одной средней части возрастной, это элита. У нас, к сожалению, нет спортивной школы, которая бы готовила эту элиту. У нас сейчас есть дети, которые готовятся на станции Центр детского туризма, готовятся такими, как Таня Кондратьева, на сплошном энтузиазме. Но у нас нет элиты, которая вот эта группа 18-40. Вот от 18 лет до 40, ну за исключением только семьи Пьяновых, которые, кстати, великолепно выступили на этом чемпионате Украины. Особенно Дина, она просто прогрессирует. Есть у нас и молодежь, но нет в таком количестве, чтобы мы могли претендовать на призовые места. Дело в том, что последний вот этот чемпионат Украины, положение было составлено так, что наибольшее количество очков приносили именно элитные группы. Наиболее весомые очки. Да, по 41 место 45 очков. А ветеран, который занимал первое место, он приносил только 25 очков. Вот вам разница. Поэтому... Прошлый год более гуманно было. Ветеранские группы давали свои весомые очки. Равные, равные. Равные, равные. Поэтому вот та элита, которую готовит спортивная, Симферопольская, ДС США, они, конечно, блещут. Несколько слов о планах на ближайшее время. Июнь месяц. Ну, первый старт через неделю 26 мая у нас кубок ЦКБ Коралл. Это съезжается не только все команды города, но и всего Крыма. И приезжают даже из Запорожья, приезжают из Новороссийска. То есть все, кто знает об этом, как всегда, в первых числах мая, это 31 мая, 1-2 июня проводят свои традиционные трассы Мишанова. Толя Мишанов проводит. Это в районе Малинового ручья за Симферополем. Ну, это пока вот... Перевальная. Село Перевальная. И 16 числа планируется проведение открытой тренировки. Это не соревнования, но открытая тренировка в соревновательных условиях, приуроченная к дню города, в районе Сапун-горы. Кто организовывается? Сидоренко, Шестаков. А по поводу юбилея? Я хочу дополнить любовь тем, что календарь соревнований, как крымский, хотя Севастополь географически в составе Крыма находится, административно подчиняется напрямую на Киев, очень напряженный, нет практически ни одного пустого окна. И календарь соревнований наш в Севастопольске тоже насыщенный, напряженный. Основной период у нас весна-осень, зима и масса стартов многодневного характера, которые все с удовольствием приедут и из-за рубежа тоже. Благодарю за участие в программе. В программе надеюсь, что встречаемся в ближайшее время на соревнованиях, и здесь уже команды будут в полном составе, и мы наконец увидим тех, кого не видели в течение двух-трех месяцев.